Десять лет назад не стало Олега Найденова. Первый мэр города для многих стал примером ответственного и решительного управленца. Он не боялся мечтать и всегда был готов помочь любому. Сегодня на городском кладбище состоялась церемония памяти. Когда есть такое отношение, когда есть такие традиции, когда есть такое уважение в городе, тогда у нас у всех вместе все получится. Олег Петрович запомнился как самый открытый и доступный для общения мэр. Он не боялся проблем, которые со всех сторон нахлынули в смутное время 90-х. Наверное, поэтому каждый день он пешком шел на работу и не отказывал в помощи обратившимся прохожим. С любым вопросом можно было к нему. Я вот как председатель, он говорил, да не ходи, ты позвони. Или выйди на дорогу. А на дорогу выйти, это значит, надо выйти на проспект Ленина. И Олег Петрович идет. И все вопросы всегда он решал прямо на месте. По мнению многих друзей и коллег, Олег Найденов был мечтателем. Без этой его черты и безграничного оптимизма на политическом фронте не выстоять. Если большой художник имеет в своей душе что-то от детства, тогда он может дерзать, и тогда у него что-то получается. Несмотря на безудержное увлечение своей работой, Олег Петрович прослыл за ядовым рыболовом и охотником. Недаром в Стрелковом кубе кричит и установлена памятная плита в его честь. Но даже на отдыхе он всегда оставался своим человеком. Рыбалка он был тоже незаменим. Мог ловить рыбу, мог шутить, мог рюмочку выпить, мог рассказать анекдот. То есть это был простой человечный человек. Значит, каждую пятницу в 11 часов выстраиваю я свое войско и все их покупают. И там очень много интересного видишь и слышишь. И люди тебе вот сюда носом тычут, сюда показывают, сюда показывают. Из кабинета этого не видно. Многие его поступки подвергались критике. Например, когда впервые в начале 2000-х в центре города выкрасили фасады зданий. А дворы оставили как есть. За спиной Найденова называли популистом. А он просто не обращал внимания. Мы возрождали тогда военно-патриотическое воспитание наших мурманчан. И прилетели туда на вертолете. Значит, подбегают вся вот как раз вот ребятня к нему. Говорит, Олег Петрович, товарищ, можно нам на вертолете покататься? И только Олег Петрович, наверное, мог уговорить командира подшефного тогда 830-го вертолетного полка, чтобы взять на борт ребятишек. В условиях, когда не только Мурманск, но и вся страна рушилась, народного мэра по-прежнему обожали. Итоги выборов красноречивей всяких слов. Говорил постоянно одну фразу. Нужно быть человеком. Нужно в любой ситуации всегда оставаться человеком. Вот, в общем-то, на этом и была основа, скажем, воспитания. Это было то, на чем держалась, в общем-то, наша семья и держится. На городском кладбище каждый год собираются неравнодушные люди, большинство из которых обычные горожане, и их число не становится меньше.